Добрый день, друзья! Это у нас второй прямой эфир. Не забудьте посмотреть первый эфир, потому что там было очень много советов и ценной информации, которые вам пригодятся. Сейчас второй эфир. Мы находимся в Академии Грэмми. Сейчас мы сделали процедуру на модели. Brilliant Shine называется эта процедура. В принципе, процедура длится час. Из-за того, что мы много общаемся, у нас она будет занимать уже второй прямой эфир. Да, привет, друзья! Подскажите, пожалуйста, слышно меня? Квестики поставьте. И подскажите, пожалуйста, вы слышали, смотрели прямой эфир номер один? Или вы только что присоединили? Чтобы мы понимали, вам заново нужно рассказать, что у нас происходило? Или можно продолжать? Отлично! Да-да-да, вижу. Вижу девочек, которые меня уже смотрели. Ну что ж, давайте продолжаем. Уже у нас модель, даже больше, чем 15 минут, да, это все заняло у нас. Все, пришла к нам наша модель. Мы смываем просто водой. Наши носочки, видите, волосы такие блестящие, разделенные, потому что маску мы уже смыли просто водой. Видно, да? Да, вижу, да. Как у вас это красиво выглядит. Блестяще, да, друзья. Блестяще, да. Оля, расскажи, пожалуйста, с самого начала, что мы сегодня делали, где мы находимся, и какие этапы процедуры были. Так, всем привет, кто нас еще не видел. Мы сейчас находимся в студии Грейми на Арбате. Это улица Поварская, дом 10, строение 1. Сегодня мы технологи, я Ольга и Ирина. Поздоровайтесь. Мы делаем уход бриллиантшайм на нашей модели Оле. Бриллиантшайм делается в три этапа. Мы очистили кожу головы, волосы, помыли волосы очищающим шампунем. Затем нанесли маску для тех, кто уже знаком с брендом. Еще раз повторюсь, это бриллиантовая маска с ампулой коллагена. Та самая, которая работает на поверхности структуры волоса. Выдержали ее под теплом. Как правило, ее нужно выдерживать 15 минут. Но так как модель у нас немножечко прогуляться вышла, мы выдержали 20 минут. И 20 минут этот эффект еще лучше. Скажем так, чем дольше выдерживаем эту маску, тем эффект лучше. Ну, у клиентов не получается дольше. Не получается, потому что, как правило, клиент у нас сюда торопит. Сюда никто не любит держать дольше. Я люблю. Я вообще люблю салоны красоты. Ты лишь лишь, тебе дают кофе, чай, вкусняшки. Делают какой-то уход. Ты засыпаешь. Артихмасирует голову. Вообще, что может быть лучше? Красота, друзья. Сейчас мы смываем масочку просто водой. И затем ведем длинный. Подожди, водой без шампуня мы снова. Без шампуня, совершенно верно. Оль, еще расскажи, пожалуйста, что у нас было до? Почему нам потребовалась именно эта маска? У нас были светкие волосы, им не хватало блеска и увлажнения. Для тех, кто видел уже до, напоминаю, да, что волосы были прям сеченые-сеченые. Некоторые концы были выжжены утюжком, так как у нас наша модель сама на себе решила как бы поэкспериментировать и просто поработать с утюжком. Не надо делать это самостоятельно. Без термозащиты. Поэтому не повторяйте этот трюк, скажем так. Ну, в общем-то, говорю, что делала наша модель. И мы сейчас делаем ухлот для блеска и увлажнения волос. Для того, чтобы напитать и сделать волосы прям очень-очень блестящими, такими дисциплинированными, красивыми. Уход не выпрямляет волосы, но уход дает такой эффект здоровых восстановленных волос. Разглаживание, ну, я не скажу, что он даст тебе разглаживание, он больше... Ой, как здорово. Такую легкую дисциплину. Ну, а мне интересно, объем. Объем. Он не убьет? Объем не убьет волосы, не утяжеляет. Вы сейчас увидите. Это вот, я просто даже не знаю, как это описать. Это нужно видеть, вот так вот в практике. Хорошо, что все наши зрители могут еще и видеть. Жалко, что не могут посушить аромат любого продукта. Вот, это очень важно. Но эффект именно самого продукта на волосах, после того, как мы смыли, после того, как мы посушим, вы увидите эффект. Ага, ну, наверное, можно проходить, да? Ириш, это вот пиши ты, сейчас я тебе скажу, аккаунт Грэмми, нижнее подчеркивание, про, и все вопросы задавай туда. Или ты имеешь в виду стоимость в салоне этой процедуры? Девочки, может быть, вы сможете, да, как-то? Так. Так вопрос, да? Ну, я думаю, что да, вообще, вот, за сколько примерно продается эта процедура в салоне? Кстати, у нас нет как, ну, у нас есть рекомендованная цена, но, как правило, салон, в зависимости от того, какого он уровня, они сами ставят цены. Вы знаете, на эту процедуру, я не буду афишировать название салона. Конечно. Это топовый премиум салон, там на эту процедуру стоит около 7 тысяч рублей. Да ладно? То есть, как бы, ну, это зависит от того, сколько салон сам. Но какая у вас рекомендованная цена в салоне? Ну, честно, мы даже вот так не подскажем. Мы в основном на семинарах выдаем информацию о расчете, там, себестоимости, рекомендованные цены. Но, наверное, нам, как мастерам, самое важное, это какой расход продукта. Да. Мы понимали, мы все это выдаем, наизусть мы это не помним, потому что нам самая главная технология, волосы. Конечно. Но всю эту информацию легко получить, опять же, написав, менеджеры с вами свяжутся. Опять же, у нас есть региональные менеджеры, с которыми также можно связаться. Для регионов мы проводим жебинары. Ага, что это такое? Такое же обучение запланируем, планируем заранее дату, подключаем там определенный город в определенное время. И также проводим обучение и по процедурам разбираем прям по шагу. То есть вы показываете процедуру? В основном мы о ней именно рассказываем всю технологию. По шагу. Да, если большая группа собирается в другом городе, мы также можем к вам приехать. Приглашайте нас, мы приедем, покажем, научим. Все необходимое с собой привозим. Здорово. Друзья, Грейми, нижнее подчеркивание про все вопросы туда. Ириша, расскажи, пожалуйста, расходы. Давай вот по расходам, чтобы парикмахеры... Ага. Да, я здесь. Еще раз, я извиняюсь, что я отвлекаю. Я обязательно верну вам и решу. Но я просто хочу вам рассказать про продукт, который мы будем наносить. Так, да. А почему такой маленький объем? Это профессиональный? 100 мл, это профессиональный объем, и он один-единственный. Этого продукта вам хватит надолго. А надолго на сколько? Это неизбываемый крем Seven Protection. Вы знаете, я им пользуюсь сама, с своими клиентами. И у меня уже, ну, пару лет стоит. Расход у него очень маленький. Сейчас вам покажу. Давай. Поэтому сейчас и перебила. Я очень извиняюсь, что я забрала аудиторию сюда. Но вот, вот такой расход. Видно модель, какая длина волос. Вот такой расход нам нужен сейчас на эти волосы. Итак, расскажу об этом продукте подробнее. Выглядит он вот так. Это Seven Protection. Это крем для увлажнения волос, для уплотнения волос. Это крем как термозащита. Это крем, который убирает сеченые комцы. И если мы наносим его на влажные волосы, делает волосы более мягкими и гладкими. Это крем с таким, скажем так, небольшим составом белка кератина. Но это не выпрямляющий крем. Это именно уходовый крем. И это уже такой, скажем так, продукт для завершения процедуры. Уже в конце мы его наносим на влажные волосы перед сушкой. Нанесли, как видите, совсем немножечко. Я распределила по рукам. Затем нанесла на волосы. И аромат очень такой. Ну, мы не можем сейчас, к сожалению, описать аромат. Может быть, на сюда вы сможете. Нет, давайте описывать. Давайте описывать. Потому что это... Ага. Ага. Я уже понюхала тут руки, волосы. Я уже всё понюхала. У всех всё понюхала. Ну, он яблочком, да, мне кажется, всё равно даёт вот эти вот свежесть яблока, мне кажется. Тут, мне кажется, каждому своё. Для меня яблоком вообще не пахнет. Да, точно. А для тебя чем пахнет? Не знаю. Чем-то нежно-парфюмированным. Но опять же, что для меня важно, он настолько ненавязчивый аромат, что он не перебьёт, допустим, дарок моих духов. Да, сразу вопрос. Он нежирный? Нет. Он совершенно нежирный. Впитался. Да, вот я увидел. Вот смотрите, я потрогала волосы просто влажные. Нет, не жирнят. Нету никакого налёта. Просто влажные волосы. Всё, будем сушиться. Ага, мы теперь будем сушиться. Отлично. Сейчас мы начинаем сушиться. Я буду работать с феном и брашингом. Теперь вы можете помучить Ирину. Да, отлично. Ещё вопрос. Подскажи, пожалуйста. Значит, этот вот крем, да, несмываемый крем, его можно ли использовать просто, без этой процедуры? Можно использовать просто без этой процедуры. Можно использовать с любыми продуктами. Если вы не пользуетесь грейми, но вам очень нравится этот продукт, вы можете использовать его отдельно. Можете использовать его всегда и везде. Он вообще, на самом деле, самый оптимальный объём, чтобы положить в сумочку. Вы можете его взять на море. Это очень классный секрет. Потому что на море у нас очень сильно иссыхают волосы. И этот продукт, который не даст вам сам высохнуть, даёт хорошее увлажнение, он обволакивает структуру волоса. И используем мы его так. Допустим, если это выезд какой-то на море, и нам нужно поддержать структуру волос, чтобы, скажем так, чтобы они сохранились такими увлажнёнными и хорошими, вы можете нанести этот крем на влажные волосы. Не знаю, как обычно у нас все в море ходят хвостик, да, чем закололи, искупаться, и у нас солёная вода не так сильно проникает, не так сильно открывает пути пол. За счёт того, что крем очень хорошо обволакивает структуру волоса. И вот это вот, кстати, самый топовый, самый классный продукт, который просто все очень сильно любят. Он подходит для любого типа волос. Для повреждённых, для тонких, для натуральных, для окрашенных блонд, брюнет, шатен, неважно. Именно уходовый с термозащитой. Да, это уходовый. Уходовый с термозащитой, да. Это совершенно верно. Даёт очень хорошее увлажнение, что очень важно. Потому что у нас бывает такое, что волосы, когда сухие, вот ну что с ними не сделаешь, то не нанеси, ничего не помогает. Но сейчас уже, так как у нас передовые технологии, как бы мы всё-таки живём в 21 веке, и много чего появилось, люди понимают, что уже нужно увлажнять, давать такое более интенсивное увлажнение. А за счёт чего идёт увлажнение? Что там? Здесь самый главный состав – это поликвотерниум. Название достаточно странное, возможно, кто-то подумает, что это что-то такое химическое. На самом деле нет. На самом деле это такой очень мягкий состав, который обволакивает структуру волоса. Это природное или это химическое? Это природное, это выжимка из натурального кокосового масла. Вот, соответственно, как бы это совершенно не вредный продукт. Используем мы его без перчаток, вы видели, да? И также можем использовать на любого клиента, беременную, в период лактации, там, подростку, допустим, да? Бывает, у подростков очень сильно путаются волосы. И этот несмываемый крем очень хорошо сработает, если волосы у нас запутанные. Даже вот сейчас на модели, да, обратите внимание, у нас модель Оля, у нее, вот, ну, я сколько работаю с этой моделью, достаточно давно видно, да? Наверное, всем будет интересно посмотреть. У меня был хороший волос раньше. Сейчас у нашей модели, ну, это всегда так было. А почему так? Мы же маску сделаем. У нее вот такие вот запутанные волосы. Нет, вы нашли вот эту прятку, она, это пожизненная прятка. Как? Да ладно. Она сама по себе такая, это ничего. Ничего, ну, как бы не сожженное. Как родимое пятно бывает где-то. Ничего себе. Впервые такое вижу. Прятка Майкла Джексона. У меня есть особенность. Локоть стразит. Я надеюсь волосам. Ну, да. Да вот, собственно, она, у нее эта прятка постоянно бывает такая достаточно сильно запутанная. То есть мы ничего не сделаем, да? А, она не маска. Мы нанесли крем, и она более-менее видно, да, что она разделяется, ее легко можно прочесать и как бы проработать ручку. Потому что остальные-то волосы, все хорошо. Да, да. Совершенно. Там именно на макушечке. Да. Такая прятка такая. Так, ну что, не нужно поступать. Вы тогда сушите. Ир, предлагаю. Пойдем, может быть, туда выйдем? Потому что будет очень сильный шум, да? Я тоже свои любимчики. О, отлично, да. Потому что, Ира, посоветуй нам. Нам интересно все. Сейчас мы выходим, друзья. И вы можете задавать вопросы. А еще бы не забывайте, что сейчас вы можете задать вопросы про кератин. Именно вам все расскажут. Потому что здесь работают специалисты по кератину, которые прошли своим опытом, огромное количество протестили, посмотрели на моделях, на себе кератина. Это очень важно. Сразу, Иркиш, вопрос. Чей бренд? Бренд вообще сама забунка, сама идея и развитие бренда Швейцария. Сейчас, в данный момент, главный офис переехал в Италию, естественно, производство стало Италией. Почему многие любаются, когда приходят на весна? Мы, наверное, в Италии. Да, говорю. На самом деле, нет. И все, та же самая разработка осталась, ничего не меняли. Вот как было задумано изначально, так и осталось. Я вам принесла показать мои три любимчика. Это сухие шампуни. Классический сухой шампунь. Он довольно-таки мелкий. Расскажи, пожалуйста, сухие шампуни, это что такое? Это когда грязная голова, побрызгаешь, и она собирает? Освежить. Освежить прическу, укладку бывает, ну, опять же, удобный формат. У меня всегда такие в сумочке. С утра я громала голову, доехала до работы, еду в метро, жарко, душно на работе, замылилась совсем. А вечером у меня, допустим, важная встреча деловая, или у меня свидание. И хочется сделать другой, рефреш. Но это правда? Это правда? Прямо он делает что-то? Там экстракт рисовой пудры, которая абсорбирует сему. Он не закупоривает упор. Опять же, из-за того, что там только натуральные компоненты, нет никакого смыслного крахмала. Он абсорбирует, не закупоривает, он не создаст краска на волосах, будет естественный объем. Он не оставляет следов, то есть он прекрасно счёсывается. Мы наносим на расстоянии 10-15 сантиметров по пробору, сухой шампунь, потом прорабатываем прикорневую зону руками. И либо, если видим какие-то остатки, либо расческой счёсывается, либо проходим с веном, и у нас не станет свистая. А вот смотри, я как клиент, у меня, я пользовалась шелухим шампунем, одним брендом. Ну, как я пользуюсь? Ванной, да? Закрытая ванная, там, если нет вентиляции. Я когда брызгаюсь, у меня глаза щипят, и вот прям дыхательные пути все закрыты от ванизма. Прямо сейчас... Я на полном серьёзе говорю, от вот этих вот, от запаха, вот этого. Вот аромат тоже, как раз, у меня он кондитерсионный, у него нежный аромат. Да, нежный аромат. Так же, он запах ненавязчивый. Потому что для меня это была большая проблема, я после этого, я выхожу кашляю, и открываю везде окна, и умираю. Нет, тут очень приятный, нежный, и нейтральный. У нас тут ещё два шампуня, которые, ну, до недавнего времени... Тоже сухие? Да, для блондинок и брендер. Но это же больше для домашнего входа. Нет, почему? Вот это как палочка-вручалочка для мастера, забоевать себе на всю жизнь клиента. Так, вот... Рассказываем. Приходит клиентка, у неё свидание решается вообще вся её жизнь, и, может быть, сегодня сделают предложение руки и сердце. Мы ей делаем укладку, но замечаем, что корни отросли. Она у нас, допустим, холодная блондинка. Отросли корни, всё, укладка держится хорошо. Но вот, ну, не идеальна она сегодня, она должна быть идеальна. Мы вытаскиваем такого помощника, встряхиваем. И на эту прикормленную зону, где прогон, мы наносим... Подожди, он цветаёт? Реально, он цветаёт? Это именно связь брюнеток считается. Но в идеале я советую не для брюнеток, а для блондинок или розовых, где-то седьмого уровня. Он очень, довольно-таки, светленький для брюнеток. То есть он на седьмом уровне, и он будет идеально. Блондинка, которая холодная, если у неё тёмные корни, он сделает прям плавный переход. То есть вот на какой-то определенный вечер, если мы клиенту так сделаем, во-первых, она будет вашей новичке, вы сделали просто её неповторимой, во-вторых, она скажет, а мне такой. Я же дома так же смогу делать. То есть тут сразу и клиенты себе, и тут же и сделали продажу. Я первый раз вижу, что вкрасилась. Друзья, вы такое видели? Это с пигментами сухой шампу. Ничего себе. Опять же делает рефреш, освежает. Есть для блондинок, но для блондинок для тёплых. Золотистых. Да, тоже, давайте я тоже залезу, чтобы вам показать. Вот, смотрите. Вот, как это выглядит. Я до недавнего времени была блондинкой. Нет, на волосах не осыпается. А если я в белой блузке, вот ты мне сделала, и оно не пошло на белую блузку падать? Ну, лучше, конечно, чем-то прикрыть в любом случае, потому что пигменты там присутствуют. Но мы, опять же, не стараемся по пробору. Но на всякий случай лучше себя открыть. Опять же, сухой шампу мы не просто нанесли, оставили, а мы таком прорабатываем руками, для того, чтобы именно экстракт рисовой пудры собрал стебу. Пигменты остаются на волосах, но, по крайней мере, еще выполнить свое назначение. Опять же, если нам требуется чуть больше и не распределять, уже больше затонировать, причем даже с седыми волосами можно. С седыми волосами. Девочки пишут, да, я видел волосы у мужчины, превратили в стилябу. Нет, это другое средство. Нет, ну, скорее всего, у нас есть тоже, где у нас есть мужчина, на котором можно проверить, надо будет. Так, у нас, опять же, в нашем инстаграме, по-моему, должно быть видео именно на нанесении, который создает сельдер. В любом случае, мы регулярно делаем небольшие видеоролики для того, чтобы показывать, знакомить. Всегда можно приехать к нам на себе, протестировать. Семинар тестируют на себе. Ну, вот смотри, я клиент, ты мне сделала такую процедуру, да, потом. Я пришла к своему любимому мужчине, прислонилась к его белой рубашке. Ну, стараемся по-горовне прислоняться. Ну, там уж как прислонишься. Это останется на чем-то таком? Просто даже нету белого чего-то, чтобы мы посмотрели, протестили. Хочется понять. Потому что, ну, это важный, да, момент, что потом наш клиент не пришел и не сказал, что... Мы работаем на этот момент, и обещают, что в нашем инстаграме мы специально нашим инстаграммам за пачкой. Да, это очень интересно. Я как клиент, мне это интересно, для меня это принципиально важно. Друзья, давайте ваши вопросы задавайте. По поводу... Как вы относитесь к таким шампунем? Что для вас уважаемый на прием для сухого шампуня? Потому что я сталкивалась, что некоторые очень сильный аромат, очень сладко, допустим, и на данный момент летом я не хочу такой сладости. И плюс мне кажется, что все-таки перебивает многофон. От других средств есть некое ощущение сухости кожи головы, а все-таки хочется именно ощущения свежести. Я таким шампунем пользуюсь через день. Я ленивая, мне лень каждый день вставать рано-мутро. Через день я встаю на 20 минут позже. Для меня это спасение, на всякий случай с собой в сумке. И клиентам также после кератинного выпрямления, после сильвера, допустим, нельзя мыть голову в течение 72 часов. Это очень сложно. Естественно, мы рекомендуем, и тем самым они спасаются, и для них это время проходит незаметно. После голода нельзя мыть голову в 12 часов, то есть на следующий же день уже можно, и это не составляет проблемой. После спа кератина нельзя мыть голову в 48 часов, то мы так же. Опять же, всегда можно, если процедура дорогостоящая, клиент очень для нас важен. Как подарок, да, как подарок. Отлично. Но вот я хочу сказать свой опыт. Я когда делала брови, татуаж, да, мы же все в микроблейзинг, мы все понимаем. Мне подарили в наборе сухой шампунь, потому что сказали, Настя, ты сделала татуаж, ну, микроблейзинг, тебе нельзя теперь мыть какое-то количество дней голову. Вот это спасение. Конечно, а если мы, например, в поезде, куда-то едем в другой город, а с утра у нас уже встреча, так же просто освежить прическу. Согласно. Вот Татьяна пишет, что тут минимальный пигмент не остается на одежде. Но вы все равно протестите, да, потому что я сама залезу, посмотрю. Не дергаюсь, но интересно, кстати, да. То, что Татьяна пишет, мне нравится сухой шампунь, иногда используя его во время укладки. Прекрасно держит локоны, и они получаются объемными. Да, да, сейчас это прямо в тренде для того, чтобы придать, ну, не знаю, нету текстуру без кремов. Они на сухим способом часто очень на локоны наносят, сухой шампунь раздувают фену. Угу, ничего себе, вот не знала даже. У нас тоже скоро появится видео, мы создавали коллекцию укладок. Модных в нынешнем сезоне. И также, когда создавали девушку-серфера, также использовали сухой шампунь для текстуры. Сейчас очень много стилистов также предпочитают не на второй день делать срачки-прически с использованием сухого шампуня, а на свежую рутую голову, чтобы она больше, в принципе, была чистой, скажем так. И даже если появляется сезон, то те частички, которые у нас находятся на той же голове, они сразу ассормируют его. Угу. У нас достаточно, допустим, эта тетрадь по процедурам нашим, описание о формуле нашей, о нашем бренде, всевозможные процедуры, которые можно делать. И тут расписаны технологии, да, процедур? Здесь просто описание никакой страницы, а вот здесь уже полное описание каждой процедуры, прям пошагово, что нельзя просто ошибиться, просто невозможно. И также есть расчет, расход каждого продукта на процедуру. Ну, вообще-то, все понятно. Созваживались с региональными технологами, спрашивали, как они считают, насколько верны эти расчеты. Естественно, они усредненные. Из-за... так, ага, все, поймала сильно. Ну, в среднем, действительно, прям практически до граммы. То есть я могу бесплатно сюда прийти, поучиться у вас, и вы мне еще книжечку вдобавок подарите. Отлично. Мало того, мы еще ручечку подарим. Мы вам ее сегодня подарим. Ручечку – это самое важное. Она у нас очень красивая. Отлично. Все. Так. Ну, тут много всего, да? То есть это все те продукты? Да, все, все процедуры. Тут именно по процедурам. На семинар по знакомству с нашим брендом, там другая тетрадь, которая рассказывает, в принципе, о каждом продукте. Все понятно. Теперь, а, вот пишется, Татьяна, если злоупотреблять сухим шапунем, можно спровоцировать жирность корней волос? Ну, конечно, мы должны помнить, что, в принципе, это не спасение, это рефреш, и нельзя забывать про классическое митье головы. Потому что он, ну, очищает сегу, но он не промывает те же самые горы, и нельзя им пользоваться, я не знаю, раз в неделю мыть голову, все остальное им пользоваться сухим шампунем. Нет, то есть это как освежение, но не как-то наце от всех лет. Да, я полностью согласна. Нет, ну, конечно, мы-то клиенты хотим раз в неделю прийти, сделать укладку. Ну, вот все, у нас есть, допустим, хлорифайн-шампунь для глубокого очищения. Оказывается, что продают в домашний уход, с этим я, наверное, больше не согласна, как технолог. Наши клиенты умнички, мы их очень любим, но они иногда злоупотребляют. И если им это помогает, у жирности, им можно не чаще, чем раз в неделю, но если им помогает, они начинают, что будет, если я каждый день. Он же не такой уж сильно щелочной, и вообще мне помогает, значит, хорошо. Опять же, можно добиться проблем. Трихология вообще-то, она такая сложная наука, к которой мы, по сути, так глубоко и не проникаем, и при какой-то проблеме мы всегда обязаны отправить именно в трихологу, к специалисту. Вся наша помощь, она косметическая, она именно для кожи головы не углубленная. Но мы всегда должны заботиться о клиенте. У меня были клиенты, которые спрашивают, там, у 4-летнего ребенка чрезмерно сыпятся волосы, прям выпадают, что делать? Врачу бежать. Ничего другой не поможет, там, их просто надо сдавать анализы, и на саму кожу посмотреть. Мы косметически ухаживаем. Мы бы хотели прям волосыбной палочкой бежать, и прям, я не знаю, что ей на ресницы нарастите пластиками сделать, и платье вам варенье. И чтобы денег было побольше, но это важно. Так, ну что, я думаю, там уже закон, да, закончили. Сейчас еще раз мы пройдем, посмотрим. Давайте сейчас я вам покажу еще раз академию. Посмотрите, как тут красиво. Это сразу в такой оазис попадаем. Оазис красоты. Это академия бренда Грэмми. Вот продукты, на которых вы можете попробовать прийти, познакомиться с ними. Так, ну что у нас здесь? Ага, было блестим. Ага, уже симпатично выглядит. Уже симпатично, видишь, после процедуры. Мы блестим, да. Сейчас Оля закончит процедуру и нам расскажет, что получилось, и как она, как мастер, довольна ли той процедурой, недовольна. Вообще, весь результат именно с профессиональной точки зрения. Нам это очень важно. Оля уже успела поработать. Да, Оль? Пока сегодня сидишь. Ты должна быть красивой сейчас? Ты вообще красива. Ты красива. Можешь поцелучки отправить. Отлично, да? Друзья, давайте много-много сердечков. Потому что мы стараемся для вас. Мы вам все рассказываем, мы вам все показываем. Я вообще завязаю своими волосами, своим носом. Не знаю, во все средства, во все продукты, чтобы вам передать вообще, что это на ощущения. Итак, если вы помните, перед сушкой на влажные волосы мы наносили Seven Protection. Сейчас я возьму небольшую каплю масла Марокко Органойл от Грэми. Буквально чуть-чуть. Расскажи, пожалуйста, а чем именно это масло хорошо? Потому что очень много возражений по поводу масла. Все говорят, масло сушит, масло вызывает перхоть и еще какие-то моменты. Мы не наносим масло на кожу головы. Масло Марокко Органойл от Грэми наносится только полиднее для увлажнения волос, для защиты от ультрафиолетовых лучей. И для такого увлажнения разглаживания. Мне похоже на планетянина, мне кажется. Масло у нас работает, в принципе, под завершение процедуры уже на сухие волосы, для того, чтобы закрыть полностью кутикулу и передать дополнительный блеск структуре волоса. Вот сейчас вы видите на воле, вы можете поближе даже посмотреть, что волосы у нас не слепились, как обычно бывает от масла. Все с волосами достойно хорошо. Не утяжеляется, при этом волосы достаточно... А жирнится потом вот быстро? Нет. Вот это то, о чем я говорила, не слепается у нас только про волосы. Волосы остаются такими, как и были до процедуры. Хочу залезть, можете потрогать. Если вы помните, у Оли были волосы очень сильно пушистые. Мягенькие очень. Сейчас они стали более сглаженные, да? Ну, как бы видно, да, что все равно есть какие-то вот торчащие, но все равно волосы более дисциплинированные. И сейчас волосы прям вот есть такой интенсивный блеск, и это видно. И наносили мы всего три этапа, и всего небольшое количество продуктов, но при этом мы получили вот такой эффект таких вот волос. Хочу, чтобы вы потрогали, посмотрели, сказали. Потому что я сейчас отпускаю нашу модель, ее можно потрогать. Модель. И все пришли, все пришли, все хотим потрогать. Но вообще, вот, смотрите, друзья, я вам показываю, чтобы вы понимали. Рука полностью проходит. Оля, расскажи еще раз. В принципе, мы можем отпустить, наверное, модель. А мы будем ее фотографировать? Наверное, нет, мы до фотографии не делали, поэтому... В смысла? Сейчас мы можем просто, да, показать просто вот, что есть у нас уже. Не, все равно сфотографируем. Ну ты пока иди, а мы... Да. Красоту сделали. Друзья, давайте много сердечков Олечке. Да, мне лайки-лайки. Лайки-лайки, да. Что Оля сегодня у нас была моделью. Оля, теперь ты расскажи, пожалуйста. Давай всю структуру, всю эту процедуру мы быстренько пробежимся. И хочется понимать, именно сколько ты использовала препарата на волосы Оля. Так, я сейчас хочу вас пригласить вот сюда. Здесь я поставлю все продукты, которые мы используем либо часто, что-либо, которые использовали именно сейчас, куда-то у нас ампула пропала. Да, ампула это очень важно. Да, ампула ампула. Друзья, у нас по поводу... Был еще вопрос по поводу... По поводу это... Оль, гидроколагена... Мы спрашивали у девушки, что она... Какую процедуру она делает. Сформулируй вопрос, это пожалуйста. Я бы сейчас, может, я найду вам ампула, чтобы показать. Я извиняюсь, но... Наконец-то мы собрали все продукты воедино. И теперь я могу у вас подходить поближе. Могу вам рассказать про продукты. Давайте посмотрим. Ага. Вот такие вот упаковочки. Это грэми. Давай, что мы делали изначально? Для чего это нужно? Изначально. Изначально мы делали очищение кожи головы и открытие кутикулы структуры волоса очищающим шампунем Clarifying, у которого pH-баланс 7,2. Это только профессиональный? Да, это только профессиональный, но он есть еще в размере 100 мл. Его можно купить у нас на сайте. Также можно, если вы мастер, дать клиенту, не знаю, там, подарить в подарок. Для того, чтобы клиент сам самостоятельно очищал кожу головы раз в неделю, если кожа головы очень жирная. Такое тоже бывает. Бывает переходный возраст у подростков тоже может очень хорошо сработать этот продукт. Еще раз вопрос по поводу перхоти. У подростков это уберет? По поводу перхоти, смотрите, это не трихологический продукт, но это продукт, который очищает кожу головы. То есть он, в принципе, уберет, скажем так, перхоть, но он не устранит причины. Если это какая-то болезнь, это какая-то проблема, которая идет где-то изнутри, то это, конечно же, лучше к трихологу. Если это, скажем так, такой нужен косметический эффект очищения кожи головы, вот это излишний там себум, жирная кожа головы, то здесь этот продукт очень хорошо сработает. Очищающий шампунь. Есть, смотрите, он есть только в двух объемах. Если вдруг вы зайдете на сайт и захотите купить, это будет либо объем 800, либо объем 100 мл, такая маленькая упаковочка. У нас ее, к сожалению, нет, не представлено, но, в принципе, чтобы вы понимали, как выглядит сам продукт. На Оле мы использовали его на модели сейчас. Почему? Потому что нам нужно было по максимуму открыть кутикулу в структуру волоса и раскрыть ее полностью, чтобы в дальнейшем последующие продукты проникли в волосы. И последующие продукты у нас были. Это бриллиантовая маска. Выглядит она вот так. Друзья, не забывайте заходить на аккаунт грэми нижнее подчеркивание про. Это для чего вам нужно. Там есть условия конкурса, где вы можете получить в подарок вот эту бриллиантовую маску. Смотрите пост, читайте. Там, если я не ошибаюсь, надо оставить комментарии. Но, пожалуйста, когда вы получите эту маску в подарок, вы мне, пожалуйста, в директ расскажите ваш опыт, вот как вы ее использовали, сфотографируйте все это, потому что мне это очень важно знать, именно ваш опыт. И я это все размещу в сториз тоже, ну, чтобы все увидели, все узнали, как бы о вашем опыте. Так, ну что, продолжаем. Первый этап – очищение кожи головы и волос, открытие кутикулы для дальнейшего проникновения в структуру волоса. Следующий уход – это бриллиантовая маска и ампула коллагена. Помните, да, ребят, что самостоятельно ампула у нас не работает, она работает только с масочкой. Ампула коллагена у нас работает на поверхности структуры волоса. Мы перемешали эти два продукта и нанесли на волосы, и выдержали около 15-20 минут под теплом. Соответственно, вот эти два продукта. В конце мы все это уже, так как выдержали под теплом, прогрели, у нас структура волоса, сама кутикула закрылась, волосы стали более плотные, более блестящие, скажем так. И мы нанесли уже последующий продукт. Сэн протекшн на влажные волосы для, скажем так, завершения процедуры, для дополнительного увлажнения, для дополнительного блеска. Сэн протекшн. Это несмываемый крем. Выглядит он вот так. Да, это прям совсем немножко, видите. Оля как раз и рассказывала, что тебе хватает это на большое количество клиентов, да, вот одного этого тюбика. Да, мне вообще на два года вполне. Нет, ну я использую. Ты редко используешь, честно признавайся? Честно признаюсь, нередко. Но у меня он чаще всего используется на поврежденные волосы, сухие волосы. Если это натуральные, вот как у нашей модели, такие, видели, да, что они поврежденные, они пушистые. Либо натуральные обесцвеченные волосы. Бывает, что обесцвечены настолько, что они уже прям, ну, совсем тянутся, и уже такие ломки, и вот сэмпротекшн хорошо работает с такой структурой волос. Я вот использую, по большей части, на очень сильно поврежденные. На натуральные здоровые волосы смысла нет как таковой, потому что там, скажем так, закреплять нечего. Там нет повреждений, нет заломов в структуре волоса. И этот продукт очень хорошо прорабатывает пустоты волоса. А блондинки? Как раз блондинки, у них очень много пустот, у них поврежденные волосы, они ломкие. И там, для того, чтобы поддержать структуру волоса в хорошем состоянии, нужно, скажем так, каркас волоса постоянно восполнять. И вот в таком случае сэмпротекшн очень классно работает. Можно использовать отдельно? Да, совершенно верно, можно использовать отдельно, даже если вы не пользуетесь продукцией линии шейн, вы можете взять совершенно любой другой продукт и использовать сэмпротекшн также перед сушкой волос. И в конце, когда мы просушили нашу модель, мы нанесли капельку масла, морока органового. Масло нам дает, скажем так, дополнительный эффект гладкости, мягкости, увлажненности и хорошего блеска. Можно я вам на ручку поставлю? Да, но я вот не люблю масла, вообще их не люблю. Я тоже не люблю масла. И как-то я их пробовала, пробовала. У меня очень много брендов мне подарили масла, и я их, если честно, не использую. Вы прям можете на ручке распределить и почувствовать, какой эффект от масла. Это масляный флюид, он очень быстро впитывается, он не дает жирного эффекта и аромат у него натурального органового масла. Оно работает очень мягко, переутяжеления у вас не будет. Понятно, конечно, если мы, скажем так, возьмем больше, чем нужно, а у нас, в принципе, по расчету одно нажатие дозатора. Вот если вы возьмете, конечно, 5-7 нажатий, то любят сучить мало. Но вообще, друзья, вот смотрите, даже вот в этой части впиталось полностью, и я не ощущаю липкости. Вот прям я не ощущаю реально. Просто пытаюсь это одной рукой, потому что вторую рукой держу телефон. Липкости нет. Липкости нет, оно прям впиталось в кожу. Вопрос сразу. Синпротекшн рекомендуется на море, верно? Верно, это защита ультрафиолетового излучения? Да, синпротекшн мы можем взять на море. Кстати, давайте вам тоже... Опять? Да и мне одна рука, у меня на другую руку. На другую руку, давайте пусть все посмотрят. Мы взяли совсем чуть-чуть. Береж, подержи, пожалуйста. Взяли совсем чуть-чуть. Нас можно снимать. Ну, вообще все очень... А как ножки? Вот так вот? Да, прям вот так. Как крем, да? И скажите свои ощущения вы. Потому что мы-то, мы мастера, можем это описать по одному, а вы немножечко по-другому. Аромат очень вкусный. Вообще у вас все ароматно. Знаете, вот когда вот крема мажу, я просто пользуюсь определенными хорошими, очень дорогими кремами. Мне нравится эффект, когда вот как лепестки роста. Вот здесь вот такая же гладкость, даже вот ощущаю. Здесь слегка шаршало, а здесь вот прям оно мягенькое. И такое ощущение действительно, как лепестки роз. Ну, и при этом нет никакой жирности и лепестки. То есть я могу это использовать вместо крема для рук? Нет. Нет, без лепестки. Так, у меня еще здесь надо положить, здесь и ноги, руки. Но это немножечко все-таки применение именно для волос. Но по ощущениям действительно, как крем для рук работает. Да. Нет липкости, нет какой-то излишней жирности. Все достаточно хорошо впиталось. Но при этом есть чуть-чуть такая легкая пленочка. Да, вот слегка. Оно прям чуть-чуть цепляется, прям легкое-легкое цепление. Но оно прям такое вот, оно комфортно. Здесь не цепляется. Вот здесь слегка. А так? Вот Seven Protection идеально подойдет на вашу структуру голоса именно на корзеке. Где они? Ну, не будем так говорить. Есть поврежденные волосы. Осветленные. Осветленные волосы, но поврежденные волосы. Здесь просто шикарно сгладит структуру волоса, напитает волос. И он будет увлажненный. Потому что здесь, вот, например, в этой части у вас не хватает влажности. Они прям сухие-сухие. Но они мочался уже. Здесь у вас хорошие здоровые волосы, концы, соответственно. Ну, как бы я скрывать не буду свой хвостик, тоже у меня то же самое. Но я вот использую Seven Protection на себе сама. Через день можете потрогать мои волосы? Что скажете? Мягенькие тут нету. Овлажненные нет. Нет такой бочонки, как у меня. Я специально сделала это, чтобы вы увидели, что я красивая на самом деле. Ну, к нам Настя приехала сегодня уже с укладкой. Да, я вижу, что зрители, наверное, там все в восторге. Все оценили. Но я, если честно, хочу показать еще один продукт. Который вы мне показали, но это топовый продукт. Хочу показать его на Настя. Так, давайте. Пожалуйста, скажите, что это? Это спрей для блеска и уважнения структуры волоса. Он не жирный, структуры волоса, он не даст никакого жирного, липкого эффекта. Он не даст эффекта такой искусственного, такого блеска жирного. Вы знаете, да, бывает у некоторых брендов, когда брызгаешь, он прям жирный, он прям пятном ложится. Таким прям, ну, как будто прям жирное пятно. Ну, я не знаю, как это описать. Я думаю, простые обыватели, мастера это все поймут. Я сейчас на Насте просто хочу показать именно этот продукт. Почему? Потому что этот продукт наносится на сухие волосы и при этом очень хорошо увлажняет вот эти вот наши иссушенные, поврежденные концы. И это будет прям идеальный вариант. Раз уж к нам сегодня пришел клеен с прекрасной укладкой, да, давайте мы сейчас покажем, скажем так, завершение этой укладки. А укладка реально красивая прям. Постарались, постарались. Ну, не мастер знает, как делать, а только у вас за 15 минут, но нет. Итак, сейчас мы возьмем наш продукт, инстаншайн спрей для блеска. И нанесем на Настю, я извиняюсь, я не буду портить сильно прическу, я просто немножечко поэтапно возьму, разделю прядки, но ничего не случится. Завтра не будут они... Кстати, нет, все будет хорошо, вы сейчас поймете, все будет хорошо, вы даже сможете это описать для наших зрителей. Смотрите, во-первых, этот спрей не пачкает одежду, сразу говорю. Наносим мы на расстоянии 20 сантиметров, обязательно встряхнув баллончик, прям совсем немножечко пробрызгиваем. Да, я заметила, да, что я пробрызгиваю только вот эти участки, которые сухие и поврежденные. Все, вот у нас первый ярус структуры волоса был. И сейчас второй. Видно, да, что волосики все равно пушистые, несмотря на то, что есть волна. Я хочу немножечко дополнить спреем и дать дополнительное увлажнение, потому что его здесь реально не хватает. Но увлажнение это будет внешнее или внутреннее? Вы знаете, это увлажнение будет, наверное, все-таки внутреннее, потому что внешнее оно бы дало такой эффект прям жирной пленки. Здесь это увлажнение очень хорошо впиталось, вы его не почувствуете. Вы увидите блеск, вы увидите, что волосы более, ну, такие более сглаженные. Вот этой пушистости такой сумасшедшей не будет. Но при этом не будет жирности структуры волоса. Давайте я уже доработаю на челке немножечко, да? Так, это раз, но спряточка. Ну, и заточную часть мы уже все проработаем. Все, я вас отпускаю, вы можете потрогать волос. И сказать, как вам эффект, что мы чувствуем. Мне нравится аромат. Вот сейчас мы сразу будем, сразу аромат. Аромат, парфюмированная отдушка. Прямо отдушка называется Касарий. Отдушка создавалась... Касарий. Отдушка называется Касарий. Отдушка создавалась в городе Грасс. Все вы знаете, что город Грасс у нас такой, город селективной парфюмерии. Вы читали книгу «Парфюмеры»? Как так? Да, они даже... Вы читали все. Даже если вы не читали, то... Вы шутите, девочки. Ну, я понимаю, что... Есть такая прекрасная книга «Парфюмеры» о человеке, который хотел стать парфюмером. Обязательно прочитайте, либо посмотрите фильм. И эта книга-фильм, скажем так, она показывает правду того времени, как появился этот город, что там было, с чего начиналось. Это город именно парфюмеров. Тех людей, которые создают ароматы. Сейчас город Грасс, это Франция. Там сейчас создаются самые классные, самые селективные парфюмы, которые даже до Москвы не доезжают, к сожалению. Чтобы купить этот аромат, нужно обязательно поехать именно в Грасс. И отдушка именно нашего продукта, если это взять и не зашать спрей, создается на заводе в городе Грасс, где создаются селективные парфюмеры. Поэтому по аромату... На сельдик, да? Мы уже понимаем? Эти шлейфовый аромат. Круто. Это лучше, чтобы вы еще оценили по аромату. Вы можете набрыскать на ручку, посмотреть, поощущать? Ну вот этих нет, жидности нет. У меня очень проблемы с жидностью. Жидности нет. Проблема в том, что часто спрей дает прям жидность. Вообще. А здесь за счет жидности у меня волосы такие грязные. Да, прям. Они какие-то... У меня... Я очень сложно выбирала перфюмеры. Потому что мне нужно было, чтобы делать мастер так, чтобы на следующий день у меня было все распространялось плак. Потому что в основном мне делать так, что я уже, уходя от мастера, выглядела вот такую, как крыска. Какой-то, что-то, что-то, мне так не идет. И прям реально это было сложно. Есть на счету, связанность с продуктами, с которыми работает мастер, или с руками мастера. Или видение мастера. Я вас так вижу. Хорошо, разобьем. Есть такое, да. Но аромат очень крутой, потому что вот даже я, сидя здесь, я ощущала, как он летает вокруг меня. Аромат очень классный. И разбрызгивается он очень мелкодисперсный. И берет очень такой, скажем так, охват. Очень большой. То есть мы можем нанести один пшип по всей структуре волос. Прям полностью. И, соответственно, все. Вы распределили ручками. Можете даже ручками, кстати, не распределять. Но мне, например, так удобно. Я набрызгала, распределила чуть ручками, разделила волосы и все. Здесь я так делать не стала, потому что все-таки есть немножечко сталина и немножечко лака. Но, кстати, здесь лак очень мягкий и достаточно хорошо проработали. Не склеила ничего. Здесь, видимо, был хороший лак. Ну что ж, друзья, я рада, что вы со мной посмотрели этот эфир. Смотрите обязательно первый эфир. Нахожусь я в Академии Грэмми. Это город Москва. Так что приезжайте, стучите, звоните, узнавайте все. Эта информация у ребят. Заходите на аккаунт Грэмми, если подчеркиваю, не про. И, в принципе, в директ можете все вопросы писать, которые вас интересуют. А теперь, дорогие зрители. Так какая-то. Так как наш гость сегодня пробыл с нами даже больше часа. И мы... Заслужила. Я очень хочу подарить вам такой небольшой презент от нашей компании. И хочу вам рассказать, что вам сейчас подарить. Обязательно. Это очень важно. Это шампунь и кондиционер для блеска окрашенных волос. Так как у нас у Анастасии окрашенные волосы, ей нужно увлажнение, дополнительный блеск. Мы дарим вот эти продукты. Кстати, отдушка у них гипотичная этому спрею. Ну да. И вы будете оценивать уже в работе, когда уже будете мыть волосы. Сначала, когда будете наносить шампунь, он будет иметь такой прям интенсивный аромат. Но потом уже немножко расходится с таким облочком легким. Вот. Ну и, соответственно, немножечко расскажу о продукте. Продукт этот новый. Появился он... Ну, как новый. Для кого-то это новый, потому что кто-то его еще не знает. Он появился буквально год назад. Хочу показать вам вот эту штучку. Для кого-то это просто, возможно, иероглиф. Масонский. Хочу. Масонский. Хочу рассказать этот миф. Итак, все мы знаем, что у нас есть стеклянная призма. Все парикмахеры знают стеклянную призму. Я не знаю, что такое. Фотографы знают стеклянную призму. Стеклянная призма – это призма, которая разбирается свет и расходятся лучи. Как вы думаете, что это? Это стеклянная призма, в которую входит луч и расходится многогранно. Это значит, что ваш цвет волос будет очень сильно переливаться и будет такой яркий, красивый цвет. И вы можете поддержать цвет окрашенных волос. Какие интересные. Вот такой вот вам небольшой подарочек. А здесь я все изучу, да? Ниже чеку. Больше подарочка. Также Насте мы дарим шампунь Volume для объема, уплотняющий. И, соответственно, линию Shine. Линия Shine – это то, что мы делали на модели. Но это я диктория, мы не делали. Тот самый очищающий шампунь, который первый этап был. Shine Shampoo – это тот, который можно использовать ежедневно. И бриллиантовая маска, которую мы делали на модели. Да, да. Ну, без лаку. Все супер. И шампунь кондиционер. Там еще та самая ручка. Да. Вот такую вот небольшую подарю. Презентик. Так. А что там за руку? Это ручка Грейми. Смотрите, я такого не видела. Это урожа с этим должно? Да. Смотрите. Это ручка какая. Ничего себе. А, что это за бриллианчика? Это наш буклетик. Это буклетик по всей продукции, по всему, что у нас есть. Супер, супер. Отлично, друзья. Ну что ж, давайте много-много сердечков. Мы же заслужили. Мы очень старались вам показать очень ценную информацию. Познакомить вас с прекрасным бренд-менеджером, ой, бренд-технологами. Бренд-технологами бренда Грейми. Это Швейцария. А сейчас находится, изготавливают в Италии. Так что, смотрите, учитесь, растите. Пожалуйста, мне напишите, кто пользуется этим брендом. Напишите, пожалуйста, в директ. Мне очень важен ваш опыт. Вы фотографируйте все. Модели. Если вы впервые попозже... А, у нас еще розыгрыш будет. Розыгрыш маски. Еще раз напоминаю. Если вы выкроете маску, она зайдет на аккаунт Грейми Нижняя Большая Редка Инипро. И там в комментариях что-то написать. Посмотрите, пожалуйста, условия. Если вы выкроете маску, обязательно протестите на себе, может быть, на своих клиентах. И пришлите мне фотографии ваших отзывов. Я хочу услышать ваших отзывов, потому что я это размещу в сторисах, чтобы все остальные тоже услышали ваших отзывов. Ну, все, до встречи. Целуем. Жду вас завтра. И называется, что завтра мне будет прямой эфир в 10 часов утра. И мы будем производить окрашенную на моих волосах. Мне кажется, я для вас подопытный кролик. Мне кажется, на моих волосах уже скоро все будет. Мне уже пишет моя парикмахер, говорит, Анастасия, подскажите, пожалуйста, Как вы считаете, вы столько много процедур сделаете, что лучше, что лучше. Да, так что я уже эксперт. Пишите мне, делитесь своими, своим опытом. Напишите, у какого вы хотите, чтобы я пришла в гости, я обязательно приду. Так, вы, теперь, все, мы вот так вот. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что ж, до новых встреч, друзья. Жду вас завтра в 10 часов, в 10 часов утра, потому что мне нужны ваши консультации, в какой цвет волос покрасить, в какой цвет покрасить мои волосы. Это очень важно. От вас зависит моя жизнь. Ну все, до завтра, пока!